Вторая книга царств, глава шестая. Сыновья же Аминадава, Оза и Ох-Ахио вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме, а Ахио шел перед ковчегом. Давид и все сыны Израилева играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там, у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражением Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, «Как войти ко мне, к ковчегу Господню?» И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Аведдара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина три месяца, и благословил Господь Аведдара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, «Господь благословил дом Аведдара и все, что было у него, ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы перед Господом, а дед же был Давид в льняной Ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его в своем месте посреди скиньи, которую устроил для него Давид, и принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа, и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу, и по куску жареного мяса, и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь и рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!» И сказал Давид Мелхоле, «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господней Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и предслужанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее.